Добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать на канал экономических новостей Инстафорекс ТВ. В студии мы Екатерина Недачина и Анна Касаткина. Вы смотрите обзор валютного и товарного рынков за прошлую неделю. Как развивались события на валютных площадках? Российский рубль обновил новые минимумы против американского доллара. И что же стало причиной медвежьих настроений? Обвал вызвали итоги заседания ОПЕК. Российская валюта упала до нового исторического минимума по отношению к доллару США в пятницу, равно как и другие, зависящие от нефтевалюты, оказавшиеся под давлением после заявлений, сделанных сообществом стран экспортеров нефти. Российский рубль завершил пятничную сессию на уровне в 50 рублей 27 с четвертью копеек против доллара. Это самая слабая отметка за всю историю. По сравнению с уровнем закрытия 45,72,32 копейки с зарегистрированным неделей ранее, рубль рухнул почти на 4,55 рубля. Банк России в пятницу заявил, что ужесточает ограничения на валютные свопы в течение следующих двух недель, для того чтобы воспрепятствовать массовым продажам рубля на фоне паники. Кроме того, канадский доллар, как одна из сырьевых валют, также подвергся влиянию игроков на понижение в пятницу. В то же время луни также реагировал и на статистические данные. В частности, годовой рост ВВП страны в третьем квартале составил 2,8% при ожиданиях повышения на 2,1%. В месячном исчислении темпы роста были на уровне в 0,4% в сентябре, как и ожидалось. Канадский доллар в пятницу закрылся на отметке в 1,1417, хотя в предыдущую пятницу он котировался на уровне в 1,1232. Таким образом, канадцу удалось прибавить 185 пунктов за неделю, хотя в пятницу он уступил 0,7% американскому сопернику. Тем временем евро поднялся на 61 пункт против доллара США за неделю, завершив торги со значением в 1 доллар 24,51 цента. Иена упала против доллара до отметки в 118,6350, потеряв около 80 сен. Это все о движениях котировок на валютном рынке. Спасибо за обзор валютных паран. Пожалуйста, Екатерина. Какие настроения преобладали среди товарных инвесторов? Нефть и золото падали в цене. Что же оказало давление на котировки? Нефтяные фьючерсы в пятницу закрылись на самом низком уровне за последние пять лет, после того, как ОПЕК решила сохранить добычу нефти в прежнем объеме. А следовательно, существующие опасения по поводу перенасыщения нефтяного рынка будут сохраняться. Нефть WTI с поставкой в январе подешевела на 10%, упав до 66,15 долларов за баррель. Это было самое низкое значение закрытия с 25 сентября 2009 года. По итогам месяца контракты обвалились на 18%. За неделю фьючерсы снизились почти на 14%. Январские фьючерсы на марку Brent снизились в цене на 3,4%, до 70,15 долларов за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с 25 мая 2010 года. Котировки Brent просели более чем на 6% в четверг, когда американский рынок был закрыт на День Благодарения. Месячное снижение цен также составило 18%. Между тем, цены на золото снижались в ходе пятничных торгов в ожидании итога швейцарского референдума, который проходил в воскресенье. Декабрьские фьючерсы на золото опустились на 21,40 доллара, или 1,8%, до 1175,20 долларов за унцию. Все сырьевые активы испытывали давление в пятницу благодаря обвалу цен на нефть до 5-летних минимумов, после того, как ОПЭК решила сохранить объемы добычи. Итоги голосования в Швейцарии показали, что народ отверг инициативу по наращиванию золотых резервов Центробанка. Поэтому вполне возможно, в начале недели драгоценный металл будет дешеветь.